Книга «Открытым оком», том 8, тема «Вера», вопрос 2166. Когда обнаружили в Красноярской тайге староверов Лыковых, то писали про них, что сын их Савин спал сидя и отвечал, что так угодни Богу, откуда это он взял? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это есть и в житиях, а они могли взять это из прологов, на основе которых из жития составлено. Так понимали, что если что-то сверхнеобычное делать, утруждать и угнетать плоть, то Бог наградит чудотворением или даром исцеления. Исайя 58.3. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Исайя 59.11. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. Агапит Исповедник. День памяти 18 февраля. Кавычки открыты. Родители его были христианами. Еще в молодых годах он принял инчество и поступил в один из монастырей своей родины, где подвязалось более тысяч иноков. Научившись от них добрым инческим навыкам, преподобный вскоре стал искусным исполнителем заповедей господних. Он так ревностно подвязался в посте, бодрствовании и молитве, что у всех вызывал удивление, и за свои строгие подвиги пользовался в обители всеобщей любовью. Он носил одежду из древесной коры, питался нередко в течение 80 дней золою вместо хлеба, отказывался от сна и, почитая и называя всех иноков обители своими господами, старался быть полезным им разными монастырскими услугами. Только еще нащупывающий дорогу к Богу работник в лагере Стане Михаил Иванович Церт написал о своем видении мечты. Когда я прочитала его стихотворение, данное здесь через знак и курсивом, то напротив каждой его строчки написал христианское видение этого слова «мечта». Михаил вначале расстроился, подивился, а потом, проверив все указанные места в Библии, согласился, что слово «мечта» в кавычках не христианское, не созидательное. Есть у тебя столько лет уж мечта, мечтательность разум и дух развращает. На бланке пустом, кто поставит печать? Послушав мечтателей, въедешь в отчаяние. Никто из святых ни о чем не мечтал, но плакал, молился, стремился. Потуши вспыхнула снова свеча, победам их мир удивился. Мечтатель кремлевский Ульянов Пигмей картавил и бредил о счастье. Германский шпион голод вызвал к зиме и льстил, ощетинившись пастью. О счастье земном, даровом коммунизме мечтали убийцы, сексота, бездарность. Крестьян раскулачили адскую клизмой. Мы помним их важные, страшные хари. Сумели мечтой обольстить до полмира. Богатство сулили, свободу и братство. И этих мечтателей в каждой квартире, рабов, проповедников, смерти и рабства. Пьяница любит мечтать, тунеядцы, лодыри разных мастей. На блюдце с каемочкой кто-то им счастье принес бы с подливом в мечте. 01.09.2003 год Церт Михаил Иванович Кто верит в Христа, тот не будет мечтать. Он трудится верно, плоды пожинает. И рубит мечом супостата с плеча. В доспехах бойца не на кухне в пижаме. Для верных все-все достижимо, реально. Он духом святым освящен и вадим. Храмом становится площадь и спальня. Он с Богом всегда и везде, не один. Зачем же мечтать, как герою сказки? Нам Царство Христово обещано Богом. Мы – дети Всевышнего, Он – наша Пасха. Не выскажешь вслух и возвышенным слогам. Добро, милосердие, помощь врагам. Для верных обыденно, а не мечта. Где только мечта, там базар, балаган. На проповедь грех запечатал уста. 5.09.2003 год. Игнатий Тихонович Лапкин.